Президент Республики Беларусь Александр Григорьевич Лукашенко Дорогие друзья, у нас сегодня с вами встреча традиционная, всегда в преддверии Дня науки. Встречаемся для того, чтобы подвести итоги, отметить достижения белорусских ученых в области науки. В целом, но не только. Нам надо заглянуть в завтрашний день. Без этого никак нельзя. И мне важно, очень важно знать, как вы видите свою роль, роль своих учеников, последователей, да и всего научного сообщества в реализации стратегии года качества. Насколько вы погружены в замысел года, который, по сути, должен стать началом нового этапа развития Беларуси. Есть цель превзойти себя, притом во всех сферах жизни. Конечно, в авангарде движения к этой цели стоите вы, люди науки. Ваш труд, точнее его результаты, во многом формируют будущее нашего государства. Любая научная инициатива – это краеугольный камень, поддерживающий остров государственности и общественного благосостояния качества всей нашей жизни. Поэтому любой ученый должен обладать ответственностью архитектора и строителя, от точности действий которого зависит устойчивость и надежность, долговешность всей конструкции. Особенно в области гуманитарных знаний, формирующих мировоззрение человека. Нам этого, кстати, так не хватает сейчас. Каждый ученый, работающий в Беларуси, должен быть патриотом. Мою позицию вы знаете. Без любви к своему Отечеству не стоит и браться за дело. Да, наука призвана служить людям, всему человечеству. Она интернациональна. А вы, белорусские ученые, призваны служить прежде всего своему народу. И говоря о качестве исследований, которые стали смыслом вашей жизни, мы говорим об их созидательной составляющей. В любом научном замысле в поиске красной нити должна прослеживаться забота о простых вещах и потребностях наших людей. Нам не нужны исследования ради исследований, диссертации, ради диссертации. Я это говорю осознанно, потому что иногда, когда мне докладывают и через ВАГ проходят некоторые диссертации, название прочитаешь, сразу не поймешь. А когда в содержание вникаешь, чудеса и только. Поверьте, я не критикант в этом плане, а как человек очень информированный. И, наверное, уже опыт у меня работы приличный. Я думаю, а где же это применить? Нам ли это надо? И это не тема фундаментальных исследований. Это наша прокладная наука. Мы все привыкли к определенному комфорту в нашей жизни, повседневной. Но мало кто задумывается, какой кропотливый многолетний труд это обеспечивает. Знаете, в полном объеме все это только вы. Вы всегда работаете на пределе, расширяя границы своих возможностей. И я благодарю всех, кто причастен к вашему успеху, кто был рядом. Это, кстати, очень важно ученому помнить. Очень-очень многие это забывают. В каждом исследовании есть частичка таланта научного руководителя. Это правда. И помощь лаборанта, и поддержка родных и близких. Другими словами, достижение одного – это победа многих. Вы стоите на плечах многих. О таких победах должны знать ваши соотечественники. И они будут знать. Это уже моя забота. Традиционно в ближайшие дни вы станете главными героями выпусков новостей и печатных публикаций. Хотелось бы, чтобы не только к вам шли, но и вы. Хотя бы в эти дни ежегодно пошли навстречу нашим журналистам, пошли в средства массовой информации и рассказали не только о себе, но и о ваших коллегах. Мои пожелания вам и напутствия тоже традиционны и предельно конкретны. Научные достижения не должны остаться красивой витриной. Нельзя допустить, чтобы труды наших ученых стояли на полке или пылились в библиотеках. Их уже сейчас ждут на производствах, в лечебных учреждениях, в учебных классах. Это я больше говорю нашим начальникам, которые здесь присутствуют. Именно прикладной характер научных исследований определяет надежность и процветание нашего общего дома. Белоруссия. Укрепляет нашу независимость и национальную безопасность. Поэтому, дорогие друзья, оставайтесь на острие научного поиска. Разживайте национальные научные школы, созидайте будущее родной страны. Я хочу также сердечно поздравить всех вас, ученых нашей Белоруссии, с Днем Белорусской науки. Пожелать вам дальнейших творческих успехов. Знаю, какой тяжелый ваш труд. Пришлось в жизни как-то приблизиться к этому. Не соприкоснуться, а приблизиться. Дальше дело не пошло, потому что я понял, что ученым быть, наверное, не для меня. Это было давным-давно. Но с тех пор, соприкасаясь с учеными, я понял, что я поступил правильно. Тяжелейший труд. Тяжелейший труд. И те, кто достигает вершин, заслуживают глубочайшего почета и уважения. Поэтому позвольте мне разделить с каждым из вас радость сегодняшнего момента и уручить вам дипломы и аттестаты. Опять же, традиционно. Еще раз поздравляю вас с этим особым мгновением и моментом в вашей жизни. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Спасибо.